Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Управление гражданской защиты, городской рекламе в Кировском жилищном управлении. По данным ревизоров, почти 88% закупок проведены конкурентным способом. Выявлены признаки дробления закупок и, как следствие, заключение контрактов с единственным поставщиком. Это не противоречит закону, однако снижает возможность экономии, говорят специалисты. Программа Экономика. А Кировская мэрия переплатила 2,5 миллиона за елки и горки. Это выяснили специалисты той же КСП, которые проводили аудит в управлении дорожной и парковой инфраструктуры. Полтора миллиона оказалось переплачено всего за пять детских горок. Кроме того, потратили лишний миллион на пять новогодних елок. Они были закуплены с превышением норматива по цене. И еще почти 350 тысяч лишних заплатили за новогодние шары из-за некачественного исследования рынка товаров. Чиновники объясняют нарушения тем, что закупками занимаются некомпетентные сотрудники. Экономика. На 101 ФМ. В малом бизнесе работает каждый четвертый трудоустроенный кировчанин. Результаты работы малых предприятий в 2019 году изучил Кировстад. По его данным, на конец 2019 года в Кировской области насчитывалось 19,5 тысяч юридических лиц субъектов малого предпринимательства. У них работало около 100 тысяч человек. Это четвертая часть работников списочного состава всех организаций Кировской области. Их средняя номинальная зарплата 22 тысячи рублей. За год она выросла на 8%. Но до среднеобластного уровня 29 тысяч рублей сильно не дотягивает все равно. На одно малое предприятие в среднем приходится почти 14 миллионов рублей оборота на 3% выше, чем годом ранее. В целом, малый бизнес обеспечил треть оборота всех кировских организаций. Экономика. В завершении о валютах. Доллар поднялся на 3 рубля и 32 копейки и стоит сегодня 77,21. Евро вырос на 2,58. Официальный курс сегодня 84 рубля 89 копеек. К этому часу все. В студии работала Ольга Болезина. Программа «Экономика» на 101FM.